Норвежская команда Икспресс Норвежская команда Икспресс Сезона заканчивается регистрация на CPL Winter 2007 Количество команд, изъявших желание принять участие в турнире, оставляет желать лучшего Организаторы оставляют за собой право отменить турнир, если количество участников не достигнет хотя бы 32 команд На данный момент в номинации Counter-Strike зарегистрировались 19 команд, а по Source и того меньше – 12 Несмотря на большие призовые, люди не спешат принять участие в турнире В преддверии ряда крупных Counter-Strike турниров на территории Российской Федерации Серьезные перестановки в своем составе совершила топовая команда Team of Real Aggressive Performance В команду приглашены сразу три игрока из развалившейся недавно украинской команды Pro100 Теперь состав TREP представляет собой сочетание российских и украинских атлетов Оставшиеся игроки Pro100 уже получили предложение от сильнейших российских команд На официальном сайте второй части StarCraft появились новые изображения игрового процесса Как видно на скриншотах, графика на очень высоком уровне Видимо, системные требования будут не ниже, чем для World of Conflict Мировое киберсообщество с нетерпением ждет выхода игры По последним данным, выход запланирован на январь 2008 года Так что ждать осталось совсем недолго Возможно, в следующем году мы увидим новую дисциплину на киберспортивных соревнованиях Норвежская команда Express на днях приняла в свой состав легенду мирового Counter-Strike Neyken Его яркое возвращение в июне 2007 года, мягко говоря, не выдалось Игрок был принят в сборную Норвегии, чтобы усилить игру команды И помочь ей завоевать золото на чемпионате мира Electronic Sports World Kyber Game Вместо этого команда даже в плей-офф выйти не сумела Neyken неоднократно выступал в составе Express Однако теперь, судя по всему, получил место в стартовой пятерке проекта Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим несколько достаточно простых, но эффективных приемов Выравнивание машины в воздухе Это очень простой прием, который, тем не менее, позволяет выигрывать много времени В трекмании болидом можно управлять не только на земле, но и в воздухе Если вы на скорости спрыгиваете с горки или трамплина То, нажав сразу после прыжка на тормоз, буквально на долю секунды Вы сможете остановить вращение болида и приземлиться параллельно трассе При этом почти не теряя скорости Тонкое управление машиной на спуске-подъеме Идя на большой скорости по наклонной дороге вверх или вниз Необходимо тормозить, чтобы не влететь в борт при повороте Но для того, чтобы не терять скорость, нужно найти тонкий баланс между тормозом и газом Так, чтобы колеса находились на земле, но сама машина как бы подлетала Аналогично тому, как машина после старта садится на колеса Такой прием стоит многих часов тренировок Но при этом позволит значительно поднять уровень игры На этом все Мы – виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Мышь со встроенным GPS-приемником? Запросто И, конечно же, вас ждет новый кибер-турнир по игре Trackmania Nations Представляем обзор киберспортивных девайсов Для тех, у кого работа с обычной клавиатурой осложнена, предназначена новая клавиатура, представленная японской компанией ActBrice Работа с ней не требует нажатия клавиш Устройство помещается над дисплеем На голову пользователя надевается сенсор и любое движение идентифицируется, как сигнал к нажатию той или иной клавиши Для ввода текста нужно просто задержать лазерный луч на нужной кнопке Также с помощью данного продукта можно управлять курсор Тем, кто привык работать за компьютером в чистоте, компания Philips предлагает новые беспроводные мышь и клавиатуры Они отличаются не только эргономичным дизайном, но и имеют специальное мягкое силиконовое покрытие, препятствующее, по словам разработчиков, накоплению грязи Мышь имеет специальную отталкивающую структуру, которая облегчает ее движение по поверхности Клавиатура, в свою очередь, может продержаться без подзарядки батареи около шести месяцев Недавно вышел новый монитор N-Vision Дебютант, по мнению его создателей, должен в первую очередь заинтересовать заядлых любителей виртуальных баталий, а также тех пользователей Кто профессионально занимается обработкой фото и видеоматериалов на персональном компьютере Основные технические характеристики новинки таковы Соотношение сторон экрана 16 на 10 дюймов Разрешение 1680 на 1050 пикселей Цена монитора в России составит примерно 6000 рублей В арсенале компании DeLuo появилась оригинальная мышь со встроенным GPS-приемником Предназначена она, разумеется, для пользователей ноутбуков, которые работают по большей части вне офиса С виду это просто мышь для компьютера, но одним нажатием на кнопку в нижней части она может быть превращена в приемник GPS В комплекте поставляется программное обеспечение, которое поможет, глядя на экран ноутбука, с комфортом добраться до нужной точки Стоимость девайса примерно 3000 рублей А теперь вам предстоит увидеть игру второго тура онлайн чемпионата мира по Track Money Nations среди сборных В матче встречаются сборные России и Испании Игра проводится в формате 5 на 5 На первых двух картах до 7 очков, а на последней круговой до 5 Фаворитом этого матча является сборная России, имеющая богатый опыт участия в этом престижном чемпионате У испанцев есть несколько сильных игроков, но для них этот чемпионат первый Сборную России представляет 20-летний Сергей Клухту-Амелехин, капитан команды Сборная Испании в качестве капитана выбрала 20-летнего Родриго Новита Гонсалеза Капитаны, помимо прочего, выступают еще и в качестве тренеров команд Они определяют, кто на какой трассе будет выступать и сами организуют процесс тренировок Первая карта Итак, начинается первый раунд матча Пилоты идут плотной группой, однако уже на 6 секундный матча Тору касается борта, теряет скорость и отстает Остальные пилоты продолжают упорную борьбу, из которой сначала убывает домен, совершив группу ошибку А потом и онер, который отстал просто потому, что был медленнее На первом месте, никого к себе не подпуская, едет Космы Небольшая потеря скорости в результате столкновения с ограждением И его обходят как стоячего Вперед вырываются Новит и Гном, которые борются до самого конца И все-таки победу вырывает Гном На третьем, четвертом, пятом и седьмом местах Также финишируют пилоты нашей команды и наша сборная ведет 1-0 Начинается седьмой раунд Наша сборная выигрывает уже 6-0 и это последний шанс для сборной Испании, чтобы взять хоть одно очко на этой карте Игроков сборной Испании, как и раньше, хватает на начало раунда, но постепенно домен, топи и онер отстают Космы долго борется с Гномом, на сороковой секунде обходит его и до самого конца сохраняет первое место, только увеличивая отрыв Но порыв Космы его товарищи не поддержали и сборная Испании в очередной раз проигрывает раунд Победа нашей сборной со счетом 7-0 Вторая карта На второй карте испанцы сохранили первоначальный состав В то время как капитан нашей сборной Клухту полностью сменил игроков Начинается первый раунд на второй карте Четверка наших пилотов, за исключением Инферно, выходит вперед, но почти сразу на первое место вырывается Космы На 11-й секунде ошибается домен и отстает Космы долго идет на первом месте, но грубейшая ошибка отбрасывает его далеко назад Поставшиеся до финиша время, за первое место борются Новит и Дет В итоге первым приезжает Новит, а на втором месте Клухту, который в последнее мгновение отобрал его у Дет Несмотря на победу испанского пилота, победа в раунде все равно досталась нашей сборной И причиной тому стали плохие результаты остальных игроков сборной Испании После третьего раунда наша сборная опять ведет 3-0 Начинается четвертый раунд Неожиданно уже на 12-й секунде ошибается Космы, заранее лишая возможность свою команду бороться за победу К седьмому раунду российская сборная в очередной раз ввела 6-0 Опять слабым звеном оказались Онер, Домен и Топи, которые вскоре после начала заезда оказались на последних трех местах А вот лидерство захватил Космы Долгое время с ним боролся Инферно, но откатился назад И все-таки небольшая помарка стоила испанскому игроку первого места Его сразу же обошли Детс и Клухту, который сразу же врезался К самому финишу вперед вырвался Молот, вырвав победу у финишировавшего вторым Детса На третьем месте приехал Хелман, а на четвертом многострадальный Космы Таким образом вторую карту наша сборная опять выигрывает в сухую 7-0 Лучше всех на этой карте выглядели Молот и Клухту Но также хочется отметить Хелмана, который, несмотря на периодические дисконнекты, сохранял концентрацию Третья карта В очередной раз сборная России с подавляющим преимуществом выигрывала раунд за раундом И к пятому заезду счет стал 4-0 Но пятый, заключительный раунд, вышел действительно напряженным У испанцев в этом раунде играли новые игроки Ламп и Манксите У сборной России также было двое новеньких Квас и Скуби Вскоре после начала заезда Наши пилоты расположились чуть впереди, а испанцы позади В последнем ехал Ламп, а на первом месте Скуби За ним активно боролись Квас, Космо и Клухту, которого отбросило назад столкновение На второй круг первым ушел Скуби Далее практически одновременно Квас и Космо К середине второго круга Квас ошибается и его проходят соперники На финише первым оказывается Скуби Далее Космо, Новит, Клухту, Домин и Дуб Но самое интересное происходит позади Где за восьмое место борется Детт Глупая ошибка Манксита И нашему пилоту удается обойти соперника В противном случае наша сборная потеряла бы первое очко 5-0 на третьей карте И общий счет по раундам составил 19-0 в пользу сборной России И так, даже несмотря на не самый сильный состав Наша сборная разгромила противников в сухую И досрочно обеспечила себе выход из группы Следующий матч со сборной Польши решит Какая из сборных выйдет с первого места А какая со второго Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова